Сегодня так получилось, что мы, наверное, больше внимания обращаем именно на безопасность терапии, поскольку действительно высокоэффективное лечение должно быть и безопасно для наших пациентов. Буквально напомню, что две группы препаратов, которые работают на начальном и на эффекторном этапах реализации иммунного ответа, и поэтому спектр осложнений этих препаратов, он сходен, но по своей выраженности он несколько различается. Препараты из группы блокаторов сетей ЛИ-4, в принципе, это эпилеумаб, который доступен нам, он обладает, наверное, более таким выраженным по степени тяжести и степени разнообразия осложнений, чем блокаторы ПД-1 и ПД-Л1, именно из-за того, что они действуют на более раннем этапе реализации иммунного ответа. В основе лежит потеря толерантности иммунной системы к собственным аутоантигенам, и поскольку аутоантигены находятся везде, то вовлечены в такие иммунопосредственные осложнения могут быть практически все органы и ткани организма. Поэтому самые, ну, как казалось бы, неожиданные, не связанные с лечением осложнения со стороны системы крови, со стороны органов зрения, они могут быть, и не нужно про них забывать. В основе лежит аутоиммунное воспаление, которое проявляется на фильтрации тканей, активированными Т-лимфоцитами и продукция воспалительных цитокинов. Ну, это, о чём я уже говорила, более благоприятный профиль токсичности у блокаторов PD-1 и PD-L1 из-за более периферического механизма их действия на уровне уже взаимодействия с опухолевой клеткой. Спектр осложнений огромен, то есть нет системы и органов, которые не могли бы быть затронуты, и литература, которых не описывала бы наличие осложнений, пускай даже единичных, казуистических, но наличие осложнений в этих системах. Наиболее часто это, конечно же, желудочно-кишечный тракт, явление колита и энтероколита. Также на втором месте это поражение кожных покровов, поражение печени. Но ещё раз говорю, что не нужно забывать о пульмонитах, о которых мы уже сегодня говорили, о поражении эндокринной системы, нервной системы, поражении сердечно-сосудистой системы в виде воскулитов, в виде миокардитов, миокардиотерапии, системы крови, в виде аутоиммунных тромбоцитопении, анемии и так далее. То есть такое разнообразие осложнений, оно, конечно же, затрудняет нашу работу. Дифференциальный диагноз должен проводиться между любыми острыми заболеваниями, между обосновениями хронических заболеваний и между появлениями иммунопосредственных осложнений нашей терапии. Начнём с осложнений блокаторов сетиле-4, в первую очередь сепельмумаба. Ещё раз подчеркну, что для этого препарата характерен дозозависимый характер осложнений. Чем выше доза, ну, в принципе, я думаю, что эта доза вряд ли будет использоваться в клинической практике, но доза 10 мг на килограмм веса, она примерно в 3-4 раза чаще сопровождается и токсичностью, чем более привычная для нас доза 3 мг на килограмм веса. Ну и к частым осложнениям являются, относятся осложнения со стороны кишечника, кожных покровов, также со стороны эндокринной системы, печени и к редким, ну, здесь мы видим, в принципе, я о них уже говорила, но о них забывать нельзя. Если мы посмотрим данные, обобщённые данные о безопасности лечения большого количества пациентов в первой, второй, третьей фазах клинических исследований, то мы видим, что подавляющее большинство больных, примерно 9 больных из 10, имеют те или другие иммунопосредственные осложнения. Каждый четвёртый больной имеет осложнение третьей, четвёртой степени тяжести. То есть, в принципе, это потенциально уже угрожающая жизнь, серьёзные осложнения, которые требуют прекращения лечения и срочного начала таких коллектирующих мероприятий. Поэтому помним, что каждый четвёртый пациент – это потенциальный кандидат для такой довольно интенсивной терапии, связанной с развитием осложнений. И летальные исходы, они, слава богу, их немного, но до 1% летальных исходов именно обусловленных лечением. Ну, как я уже говорила, наиболее часто кишечник и кожные покровы. И со стороны этих же систем наибольшая частота именно серьёзных жизнеугрожающих осложнений. Известный нам график по срокам возникновения и разрешения или уменьшения интенсивности осложнений, характерных для эпилемумаба. Наиболее ранние осложнения стороны кожных покровов уже в первое, первое, второе введение эпилемаба могут уже спровождаться развитием кожной токсичности в виде сыпи, зуда, несколько позднее об этом скажу. И, в принципе, даже на фоне индукционной фазы, на фоне ближайших 12 недель, эти осложнения могут уже стихать. Позднее возникают осложнения стороны кишечника, поэтому больной должен быть информирован, врач должен быть готов к распознаванию и оккупированию этих осложнений. И уже более поздние осложнения – эндокринопатия, печень. Сразу оговорюсь, сразу напомню, и это всегда подчёркивается в любых рекомендациях, что не только в ближайшие эти недели развиваются осложнения. Описаны случаи развития их через полгода, через год, через два, через четыре года, после завершения даже терапии эпилемабом. Поэтому мы запускаем иммунную систему, и каким образом она отреагирует, в какие сроки, мы, к сожалению, не знаем. Поэтому мы должны быть просто готовы к реализации, к проявлению любых иммунопосредственных реакций в любые сроки от начала терапии. И, разумеется, чем больше опыт врача, ну врача – это условно, чем больше опыт медицинского центра, где получают лечение данные пациента, тем меньше риск их перехода в более тяжёлую степень и, скажем так, принятия таких каких-то экстренных уже мероприятий для спасения жизни пациента. Если команда врачей, занимающихся лечением данных пациентов, имеет большой опыт, у него в центре проходит лечение большое количество пациентов, команда врачей видит огромный спектр осложнений, вовремя их распознаёт, пациенты соответствующим образом информированы. Конечно же, в этом случае раннее распознавание осложнений и раннее начало адекватного лечения приводит к уменьшению развития угрожающих жизнесостояний и к уменьшению частоты госпитализации для их купирования. Начну, конечно, с наиболее серьёзных осложнений, которые мы и сами в самом центре фиксировали. В принципе, осложнений, которые действительно представляют угрозу для жизни. И я думаю, что опыт, которым мы воспользовались и такие своевременные мероприятия помогли спасти жизнь пациентам, которые, в принципе, могли бы погибнуть, если бы мы вели бы их неправильно. Здесь осложнение стороны желудочно-кишечного тракта, в принципе, развивается у каждого третьего, каждого второго даже пациента, разной степени тяжести. При этом до 10% это осложнение уже третьей-четвёртой степени, у каждого сотого пациента, но это немало, риск перфорации кишки. Например, если наш опыт лечения около 200 больных, то у нас риск развития такого осложнения тоже уже составило бы, может быть, и двое пациентов. Это действительно много. При эколомоскопии мы видим различные проявления энтероколита, гиперемии, отёчности, извязления слизистой оболочки. Чаще это происходит в дистальных отделах толстой кишки. Также могут быть, конечно же, и общие жалобы у пациента на тошноту, на боли в животе, на лихорадку, но может быть и только проявление многократной диареи, может быть, примесью крови. По данным биоптата в слизистой кишке мы видим признаки энтероколита классические с лимфоидной или иозинофильной инфильтрацией, с микроабсессами, с деструкцией крипт. И на примере этого осложнения просто такой алгоритм представлю, который разработан для всех вариантов осложнений. И, в принципе, всегда следование ему практически обеспечивает эффект. Главное, чтобы это было своевременное начало, и строгое следование данным алгоритмам. В зависимости от степени тяжести. Если это первая, вторая степень тяжести, то мы можем планировать продолжение лечения. При первой степени мы можем немножко его отсрочить. При второй степени отсрочить до оккупирования и также в любом случае возобновить. И в зависимости от степени тяжести мы начинаем или не начинаем терапию основным препаратом, который оккупирует эти осложнения, это кортикостероиды, прежде всего, пледнизолон или пледнизон. При первой степени допустимо минимальное учащение стула без признаков колита, допустима антидиорейная терапия, китосимптоматическая терапия и продолжение иммунотерапии. При второй степени, конечно же, мы откладываем очередное введение до оккупирования симптомов и здесь уже рассматривается вопрос о назначении преднизолона в средней дозе, в пероральном режиме, полмиллиграмма, один миллиграмм на килограмм веса. И под строгим контролем, разумеется, динамики этого процесса. Если в течение ближайших дней не происходит принципиального улучшения, оккупирования симптомов, то, конечно же, нужно усиливать соответствующую терапию кортикостероидами, приходить уже на внутривенное введение в дозе 1-2 миллиграмма на килограмм. То есть мы видим, что доза очень большая, она не должна нас пугать, потому что именно она обладает таким, скажем так, по-настоящему лечебным действием. И если мы на фоне терапии такой выраженной осложнений отмечаем уменьшение симптоматики до первой степени, это не сигнал для отмены гормонов, потому что, опять же, психологически мы боимся использования высоких доз без видимой необходимости. Мы видим, что симптомы оккупированы, но на самом деле мы просто начинаем постепенное снижение дозы кортикостероидов, и в течение не менее месяца, не менее четырех недель мы полностью уходим от данного вида терапии. Поскольку если мы резко отменим препарат или отменим его в течение ближайших дней, то, к сожалению, риск повторного проявления симптомов осложнений, он крайне высок, и такое волнообразное течение, оно, разумеется, абсолютно недопустимо. Если на терапии такими высокими дозами кортикостероидов на протяжении ближайших трех-четырех дней мы не видим принципиального улучшения, видим, наоборот, ухудшение степени тяжести, переход в четвертую стадию, когда уже реальные угрозы перфорации кишечника, развития бельтонита, то, конечно же, это уже основание для использования иммуносупрессивных препаратов, прежде всего инфлексимаба, о котором сегодня коллега будет нам рассказывать более подробно. Это тоже бельтонит, который широко используется в лечении ревматоидного артрита, болезни крона, это моноклональное антитело, которое обладает выраженным иммуносупрессивным действием. И, как пример, этот наш клинический случай, пациентка молодая женщина, 26 лет, с измеренной формой меланомы, с поражением легких внутриурудных лимопатических узлов. И у данной пациентки после очередного, второго введения эпилемумаба развилась картина выраженного колита, причем, как обычно, это новогодние праздники, поэтому даже по этим причинам, к сожалению, у нас произошло несколько срочное начало купирования этих осложнений. В этом году, когда пациентка уже поступила к нам, уже была выраженная клиническая симптоматика, фибрильная лихорадка, диарея многократная, боли в брюшной полости, тошнота, снижение веса. И, по данным колоноскопии, вот такая картина выраженного колита с язвенными дефектами. Срочное, разумеется, начало терапии преднизолоном в высоких дозах, до 2 мг на килограмм веса парентерально, но, к сожалению, такая адекватная терапия уже была, наверное, несколько уже запоздала, потому что эффекта мы не видели, симптоматика нарастала. И вот здесь как раз-таки вопрос о применении уже иммунодепрессантных инфлексимабов, он остается остро, потому что единственные препараты, которые могут спасти жизнь пациента в данной ситуации, это именно они. Поэтому в течение суток, ближайших, препарат был доставлен нам в центр, и мы после одного введения препарата, мы отметили выраженное клиническое, по данным колоноскопии, и объективное улучшение симптомов. Со стороны кожных покровов вторая по частоте группа осложнений, тоже довольно часто, мы видим до 40% разной степени выраженности. Это и макулопопулезная сыпь, и зуд, и явление витилиго, как такие аутоиммунные проявления к меланоцитам и изменение цвета волос. Ну и крайне редко бывают осложнения в виде токсического эпидермального некролиза, синдрома Стивенса-Джонсона, геморрагического дерматита и так далее. Ну да, это не просто косметические дефекты, это те осложнения, которые при позднем начале их оккупирования могут, конечно же, привести уже к выраженным дефектам кожи, а кожа – это входные ворота для любой инфекции, кожа – это огромная по площади орган. Поэтому, конечно же, вовремя распознавать и вовремя назначать терапию теми же самыми кортикостероидами мы, конечно же, должны и своевременно. Ну вот, наши клинические наблюдения, мы видим, что наиболее часто поражение кожи туловища очень часто начинается с складок кожных, подмышечных областей, локтевых, подколенных, ну и распространение, конечно, самое значительное, самое различное может быть. Если до осложнения уже третьей степени по площади поражения, то это, конечно же, опять же, серьезное осложнение, требующее использования высоких доз кортикостероидных препаратов. Если мы выполним биопсию кожи, то даже самое проявление вот этого асептического воспаления с выраженной инфильтрацией кожи, с повреждением эпидермиса вплоть до отслойки в тяжелых случаях, то все это мы наблюдаем. Это уже наше наблюдение, здесь, как раз-таки, тот случай позднего развития осложнений иммунопосредованных после уже завершения терапии. Сейчас здесь стримили мумабом, это тоже блокатор сети ИЛИ-4. Два года после окончания терапии атипичные поражения со стороны кожи отмечены. В принципе, если пациентка не информирует, если пациентка будет находиться в другом учреждении, то, может быть, никто даже не поймет, с чем связан данный вид осложнения. Третье по частоте – это поражение эндокринной системы, это наиболее, наверное, такая вот сложная область для диагностики, поскольку здесь, да, могут быть изменения в лабораторных параметрах, изменения уровня гормонов щитовидной железы, например, но очень часто совершенно такие неспецифические жалобы пациент предъявляет, которые, как правило, обусловлены все-таки явлениями гипотириоза, хотя может быть и нарушение функции надпочечников, и тиреодит, и гипофизит. Пациент может жаловаться на утомляемость, на головную боль, на усталость, на ухудшение памяти. То есть, в принципе, такие жалобы, наверное, у каждого из нас бывают, но то, что они могут быть связаны с осложнениями именно терапии препаратами, о которых мы говорим, мы должны тоже помнить и вовремя, скажем так, начать соответствующее лечение. В основе лежит инфильтрация иммунными клетками органов эндокринной системы, щитовидной железы надпочечников, и, конечно же, если мы видим снижение функции эндокринных органов, то мы должны проводить заместительную гормональную терапию и гормонами щитовидной железы, при необходимости гидрокортизоном. То есть, в принципе, это все оккупируем, и поэтому очень важно, чтобы в команде врачей, которые занимаются лечениями этих пациентов, были и опытные эндокринологи, которые знают, опять же, симптомы, знают клинику и знают препараты, которыми можно все это лечить. Ну, здесь как пример, это пример литературы. У нас, в принципе, есть, ну, может быть, меньшего качества изображения, поэтому я выбрала этот. Этот коллеги разместили в одном из журналов 2019 года гипофизит. Он бывает, его иногда можно, скажем так, зафиксировать с помощью МРТ-исследований, но далеко не всегда. То есть, картина вот такого отека, некоторого увлечения объема щитовидной гипофиза может быть, но может и не быть. Мы не всегда делаем исследование прицельное этой зоны до начала терапии, поэтому, на самом деле, эти явления могут быть очень переходящими, такого отека. Поэтому даже если мы не найдем признаков гипофизита по данным МРТ или подобной компьютерной томографии, это не исключает фактор развития таких поражений со стороны гипоталамогипофизарной системы. Со стороны печени очень часто мы видим просто бессимптомные изменения со стороны лабораторных показателей. Часто, вот здесь вот наш клинический случай, Алексей Викторович лечил эту пациентку в нашем отделении, видим какое выраженное повышение трансаминаз, то есть выраженный цитолитический синдром, совершенно изолированный, без каких-либо жалоб со стороны печени, ни болевого синдрома, ни каких-то дискомфорта, ни тяжести. То есть, в принципе, мы должны помнить, что мониторирование биохимических параметров перед каждым введением препарата – это обязательно условие такого безопасного лечения, потому что мы должны полностью быть уверены, что нет вот таких бессимптомных различных нарушений. Может быть, повышение уровня брилюбина, может быть, его не быть, но, по крайней мере, такое важное осложнение, как поражение печени, мы должны вовремя распознавать. Если мы говорим о второй группе препаратов, о которых сегодня мы так более плотно говорим, локаторы PD-1, BDL-1, то осложнение примерно того же самого спектра, но степень их тяжести намного меньше. И тот пневмонит, о котором мы говорили, в первых исследованиях он даже был причиной и летальных исходов, поскольку действительно необычное осложнение, оно может развиваться с различными темпами прогрессирования и при позднем начале лечения может просто привести к гибели пациента. Если мы сравним такая сводная таблица безопасности обоих препаратов, то мы видим, что спектр основных осложнений тот же, но тяжесть их, конечно же, намного благоприятнее, чем у эпильмумаба. Не больше 2-3% осложнений 3-4 степени. То есть лечение изначально уже достаточно безопасно, но это не гарантия того, что мы не увидим серьезные осложнения даже при использовании этих препаратов. Вот этот пульмонит, о котором мы говорим, частота не более 3%, в среднем развивается через 5 месяцев от начала терапии, но диапазон, видите, может быть и через неделю после введения, как может быть и в случаях, в которых мы тоже видели, так и более отсроченные. Здесь тоже литературный пример динамики пульмонита, довольно выраженные изменения и принципиальное улучшение на фоне терапии стероидами. Симптомы самые разнообразные сторон дыхательной системы – это и одышка, и сухой кашель, и боли в грудной клетке, но может быть и абсолютное отсутствие симптомов только рентгенологически может выявляться. В частности, вот наше клиническое наблюдение, у больного раком почки пульмонит, 9 месяцев от начала лечения, абсолютное отсутствие симптомов, но довольно выраженная картина пульмонита, которая, безусловно, требует прерывания терапии и начала приема преднизолона в высокой дозе. В течение месяца пациент потом постепенно снижал дозу гормонов, чтобы данное осложнение было полностью оккупировано. Тоже препараты, мы говорили, что они достаточно благоприятные, но вот такое выраженное осложнение мы тоже видели в своей практике – синдром выброса цитокинов с повреждением дыхательной системы и внутренних органов, и кожных покровов у пациентки, получавшей препараты ингибитор ПДЛ-1. То есть, в принципе, осложнение, конечно же, оно представляет реальную угрозу для жизни пациентки. Те осложнения, о которых мы тоже вчера уже упоминали, довольно редкие осложнения, но они бывают. Со стороны слизистых оболочек, со стороны суставов, со стороны мышц. То есть, в принципе, любые жалобы, которые пациент предъявляет, нужно в первую очередь исключать или не исключать, подтверждать их связь с проводимым лечением. Ну, здесь такие сводные таблицы для пембролизумаба, например. Посмотрите, на первом месте все-таки занимают по частоте поражение эндокринной системы, в первую очередь гипотириоза. Поэтому вот эти симптомы гипотириоза, нужно еще раз их освежить в памяти, да, и всегда быть настороже, когда пациент, такие жалобы не специфические, но предъявляют в отношении своего состояния. Здесь осложнения, которые бывают у большинства пациентов. Кожа, кишечник, в принципе, то, о чем мы говорили. Осложнения, которые бывают несколько реже, но все равно на первом месте по частоте – это эндокринопатия. Поэтому эндокринолог, конечно же, должен быть нашим таким близким коллегой в нашей команде, проводящей лечение данных пациентов. Если мы говорим о том, что каждый из препаратов имеет свою токсичность, то, разумеется, токсичность двух препаратов, в частности, вот, например, ниволумаба и пилюмаба, конечно же, она возрастает принципиально. У каждого третьего пациента лечение завершается именно из-за токсичности. Ну, то, о чем уже говорила и Игорь Вячеславович, что если мы даже завершаем лечение из-за токсичности, то шанс получения эффекта у этих пациентов сохраняется. Мы видим, что подавляющее большинство пациентов, которые завершили лечение из-за осложнений, был достигнут в любом случае объективный ответ. То есть иммунная система, она запускается, на каком этапе мы даже не знаем. Может быть, достаточно всего одного-двух введений, и, может быть, дальнейшее лечение в течение двух лет, оно не должно представлять угрозу для качества жизни и для жизни пациента, самое главное. Ну, это те алгоритмы, о которых мы говорили. Если мы подозреваем, а мы должны быть очень подозрительными, любое жалобу пациента должны оценивать именно на предмет иммунопосредственных осложнений. Исключаем другую теологию, лечим ее. Если подозреваем, что это, и подтверждаем, что это иммунопосредственное осложнение, то мы проводим в соответствии с степенью тяжести коллекцию по имеющимся алгоритмам. Ну, алгоритмы, которые есть уже интерактивные, наверное, очень удобные. Мы подозреваем то или иное осложнение, мы тут же получаем список рекомендаций и следуем этим алгоритмам. Если мы начинаем лечение рано своевременно, то, конечно же, длительность осложнений намного сокращается, по меньшей мере, в два раза. И, разумеется, это на пользу пациенту в первую очередь. И всегда вопрос, не влияют ли высокие дозы гормонов на эффективность терапии. Нет, не влияют, доказано уже довольно давно, уже около пяти лет в исследовании Пельмова, в частности. Мы видим, что одинаковая частота эффективности и одинаковая частота прогрессирования, независимо от того, получали больные кортикостероиды или не получали. Это наше клиническое наблюдение, которое подтверждает как раз-таки эту позицию. Терапия Пельмумабом, выраженная токсичность, вплоть до использования высоких доз кортикостероидов, до использования инфлексимаба, но в то же время более года эффект сохраняется. То есть, несмотря на то, что пациент получал высокие дозы иммуносупрессоров, это никак не повлияло на реализацию эффекта Пельмумаба. Ну и обобщая, о сложении, о чем нужно помнить, что да, в первые недели, в первые месяцы терапии, но может быть и более позднее развитие, вплоть до нескольких лет после окончания. Тем более, сейчас действительно уже опыт может осуществляться уже скоро и в годах, поэтому мы можем проявиться, сейчас могут прийти больные, которые к нас были в 2015 году. Да, Алексей Ильич? И волнообразные течения, особенно при таком неграмотном, неполноценном лечении. Не бояться и адекватно использовать высокие дозы кортикостероидов, длительная терапия с постепенным, в течение не меньше месяца, снижением дозы. Разумеется, тесный контакт с пациентом, то есть пациент не должен получить препараты, уехать в село, за реку и так далее. То есть он должен быть готовым приехать к нам в течение ближайших часов от развития этих осложнений, чтобы мы, по крайней мере, или по телефону, чтобы мы уже начали лечение соответствующими препаратами, соответствующей схемой. Поэтому мониторинг, диагностика, раннее начало терапии, соблюдение алгоритмов, разумеется, не должно быть никакого свободного творчества в этом отношении. И мультидисциплинарная команда, то есть сколько специалистов, а может быть даже и еще больше, потому что и офтальмологи должны быть, наверное, и специалисты, может быть, и стоматологи. Ну, наверное, действительно, все системы организма поражены, поэтому могут быть привлечены любые специалисты, занимающиеся этим вопросом. Ну и всегда вопрос, мы знаем, что таргетные препараты, чем выше токсичность для многих из них, тем, по крайней мере, в отношении больных раком легкого, выше кожная токсичность, выше ожидаемый эффект. В отношении препаратов, о которых мы говорим, это вопрос такой дискутабельный до последнего времени был, но вот работа, которая представлена недавно, в этом году, оценены около 600 больных, получавших неволумаб из четырех клинических исследований. И у большинства больных не оказалось вообще ни одного осложнения, ну, может быть, да. У половины пациентов, чуть меньше половины осложнений любой степени тяжести, у 10% осложнений 34 степени. И каждый четвертый больной получал кортикостероиды для лечения осложнений. И мы видим, что чисто объективных ответов абсолютно одинаково у больных, получали ли они кортикостероиды или нет. То есть еще раз подтверждает, что на реализацию эффекта терапия гормонами никак не влияет. И в то же время при таком оценке по подгруппам оказалось, что если совсем у пациентов нет осложнений, то эффективность не больше 20%, а если осложнение 34 степени, угрожающей жизни, то эффективность практически более 80%. То есть, да, пациент очень сильно страдал, но он получил эффект. Да, ну и вопрос, который возникает, или это подедиктор все-таки выраженного эффекта, или пациенты так долго получают лечение, что у них просто имеют эффект, продолжают лечение, и у них поэтому большая вероятность развития осложнений. Но это вопрос, который требует, конечно же, дальнейшего обсуждения. Ну и такой вот совместный труд наших коллективов авторов о рекомендации по управлению этими нежелательными явлениями, который будет издан в рекомендациях в следующем году. Поэтому обращайтесь и, пожалуйста, следуйте им. Благодарю за внимание.